Псевдоблок Вот вы видите Алексея, он там говорит, что уже 2-0, вот уже 2-0 Вот вы видите наши арбитры Дэн Савин стоит, ну игра с преимуществом, конечно, истока Тут без вариантов В общем-то В первом тайме был замечательный момент, мы его, конечно, отрежем Когда игрок исток, привет Куча народу сидит, болельщиков, помашите ручкой Момент мы отрежем обязательно, когда нападающий истока обыграл всех, кого только можно По-моему, даже включая ворота, и не попал в ворота Вот судья у нас, отвлекся от момента, а потому что игра там где-то идет Вот тут сейчас мы дойдем до Дани Дани, как обычно на бровке фотографирует Даня, скажи свое впечатление об игре, мы немножко Сейчас, секунду, буквально Против солнца, да? У нас, наверное, не видно будет Там еще хуже будет видно, если по-моему встать Ну исток ожидаемо выигрывает При этом не имеет... Вот сейчас могли еще очередной гол забивать Пока счет только 2-0 Я моментов у торпеда особо не видел, но так как это первая игра Мы, конечно, там отвлекаемся на какие-то организационные вещи И не полностью я игру смотрел Исток, как я уже сказал, выигрывает Это ожидаемо, я оставил на 4 гола, 2 уже есть А я не помню, насколько я знаю Много они не забили голов, ну и слава богу Если от прогноза отталкиваться Торпеда производит неплохое впечатление По игре в обороне Когда мяч у них То есть они как бы не просто вперед бьют А пытаются как-то выходить Но в атаке зацепиться вообще не могут Но уже прогресс есть На самом деле с истоком, наверное, тяжеловато пока торпеда играть Ну, так неплохой матч И еще раз, здравствуйте Мы продолжаем наш блок Надеюсь, нас видно Мы испытываем новую технику Теперь тепло, теперь Если не то холодно, то жарко, непонятно Ну, сейчас под вечер уже холодновато становится Мы, по-моему, поговорили по первому матчу Исток торпеда Исток крупно выиграл 1-5, по-моему, да? Да А тут следующий матч у нас был Какой у нас был следующий матч-то? Катеначо Катеначо по ФШ Юг ФШ Юг 4-1, если не ошибаюсь 4-0, по-моему Нет, 4-1 4-1, но протокол был на 4-0, я видел, выкладывали Наверное, поправили Да, 4-1 точно 4-1 точно было Ну, Катеначо вообще достаточно крепкая команда И их третье место в прошлом сезоне Не случайно Я думаю, что в этом году они также одни из претендентов На медали По ФШ провели неплохой матч, конечно Но все же с Катеначо бороться тяжело Игроки там техничные, игроки молодые Плюс забили достаточно быстрые голы Когда Катеначо забивает, они, конечно, играют на подъеме Ну, по ФШ молодцы, руки не опустили Забили гол престижа Могли забить, наверное, второй еще Но тяжеловато Тяжеловато, да Конечно, соперники разного калибра по нашим меркам Ну, хорошая игра И та, и другая команда понравилась По ФШ тяжелый старт Но при этом взяли 3 очка у Истока Это хороший результат, на мой взгляд В целом команда крепкая Крепче, чем была в прошлом году Ну, и ребят сыгрываются Так что... Ну, Катеначо выбился в лидеры, насколько я понимаю Да, по количеству забитых мячей Плюс 4-9 мячей Ну, кстати, может быть, Саундпарк еще посправит А, у нас 10 У нас разница Я не понял, по разнице там будет считаться сейчас Ну, может, сейчас еще там не показательно По алфавиту, по разнице Получается, что Катеначо там забито уже 9 мячей, если не ошибаюсь Саундпарк забито 10-10 Может быть, да, по разнице Еще Капу у нас пропускают Ну, второй тур бессмысленно разговаривать пока еще о том, кто лидирует Можно только догадки строить А третий матч у нас получился один из самых веселых Во-первых, у нас начал вырубаться интернет по загадочной причине Да, сегодня, если трансляцию смазать, я думаю, что вырубается И нормально, вроде бы, насколько я понимаю А потом что-то начало все То он показывает, то он красненький, то он зелененький, то вырубается Вот я не знаю, сейчас вроде показывает Сейчас показывает, да, потому что Вар работает Вот сейчас пенальти ФРТ получил после просмотра Вара И не забил Да, и не забил Так, собственно, о самой игре как? О самой игре игра Саундпарк Джунта всегда, исторически, можно сказать Встреча, первая игра была проведена в 2003 году, еще я, насколько помню Саундпарк туда проиграл, кстати Тоже хорошо это помню Реванш Вот Спустя 20 лет реванш После этого туда-сюда выигрывал Джунта выигрывал Саундпарк С 2013 года до, если не ошибаюсь, 2020-го Джунта не выигрывала И, по-моему, даже не забивала Саундпарк И потом вот в 2020-м уже, ой, в 2021-м году Один матч Джунта проиграла крупно, 7-1, по-моему, 8-2 Второй матч с Риланом Мичью 2-2 И сегодня был такой достаточно сложный матч Джунта немножко обновила состав Там кто-то есть новенький, но как бы Омолодило его немного У всех мы знаем Я знаю, что Лехи Масникова нет Поэтому, в общем, остальных, кого я старые лица, я помню более-менее Новых я никого не знаю Но сегодня за Джунту Игорь Галстян, по крайней мере, он был Игорь Галстян и Саня Захаров Саня точно играл Игоря на поле я... Игорь играл в нападение А, Игорь играл, да Ну, я просто, может быть, пропустил момент сегодня Когда Игорь выходил Саундпарк как бы вышел достаточно сильным составом Сильная атака, прям так скромно говоря Очень хорошая атака, как бы Нормальная защита, все Ну, по идее, как бы, да, должна была быть с преимуществом Саня Парка Она и была с преимуществом Саня Парка Но Джунта забивала Забивала Джунта, кстати, опять, по-моему, мне показалось Ну, может быть, показалось По-моему, она не сидела Не играла в свой обычный... Нет, нет, Джунта в этом году играет в более атакующий футбол В результате, как бы, Саундпарк, там, минут 15, все забить не мог И, в конце концов, получил пенальти После просмотра Вара Вот, для тех, кто говорит, что Саня Парк команда президента, там, и так далее Прошу заметить, второй матч играет Саня Парка Второй раз Саня Парк уставить его ворота в пенальти И забить пропускаемое Вот, Джунта открыл счет с пенальти Я, насколько я понимаю, это сделал новую игру Кошелев Вот, Саундпарк достаточно быстро отыгрался Евгений Золотых забил Стало 1-1 Ну, в общем-то, и больше пенальти не забивали Что-то перло сегодня Василия Насколько я понимаю Он просто тащил все, что можно Вот, это, по-моему, уже традиция Так, и раньше, как бы, все время мешал Витя Кирин Да, Саундпарком он тащил все Сегодня тащил все Василий Ну, и, в общем-то, самое-то интересное уже случилось Начиная с 56-ой минуты ночи Была контратака Джунты Тот же Кошелев, по-моему, если не ошибаюсь, убегал До Маренко И, как показалось арбитру, он сфалил на защитника Саундпарка После этого раздался свисток После этого все одни встали А нападающий пробил поворот И судья решил засчитать гол Ну, после этого начался шум крики Его позвали посмотреть вар Вот, он посмотрел, увидел, что фола не было Свистел он зря И засчитал гол В общем-то, с этого начался весь шум и гам На поле вышел, выбежал Выбежал, выбежал, вышел Тренер Юрьевич Саундпарка, да Немножко поворал на арбитра Без физического воздействия, но с обещаниями А воротарь, воротарь в этот момент Когда был свисток, он выключился Или воротарь не смог спасти Да, там уже непонятно было Может, воротарь, может, скончил и выключил Ну, по крайней мере, остальные, как бы, так смотрели Ну, свистнули и свистнули Ну, судья сначала аргументировал тем, что мяч все равно летел в ворота Я свистнул гол заранее Интересная версия Это хорошая версия, нам она понравилась Ну, вот пришлось выяснять на поле Минут пять, наверное, выясняли В результате чего Серов, защитник Саундпарка, был удален Получил красную карточку Причем он не ругался матом Никого не бил Он сначала возмутился решением судей Получил желтую И секунд через десять опять возмутился И тоже получил желтую Но удивительно, что без нацензурных слов И, естественно, красную карточку получил тренер Саундпарка, Юрич Вот, он будет У него абонемент репрозен, пожизненную дисквалификацию И вот будет сейчас пожизненная И плюс еще там три-пять матчей Вот, в результате Саундпарк остался в меньшинстве Проигрывая один-два Ну, эмоции тренера, эмоции на поле Залили игроков, в конце концов Денисенко сравнял счет Вот, потом удалился Кошелев, который забил гол Вот, в самом деле стали в равных составах И в равных составах Ян Юрьев, в общем-то, вырвал победу для Саундпарка Вот Потом еще пенальти, я и насказал А, да, на последней минуте был очень интересный момент В ворота Джунта был назначен пенальти Вообще на восьмидесятой минуте Бить его пошел Юра Гуляев Который сегодня проводил сотый матч в пифол И у него было девяносто девять мячей То есть, если бы Юра сегодня реализовал пенальти У него был бы сотый мяч в матч в пифол И сто голов в пифол Но Причем Василь опять спас Причем Василь, на самом деле, сначала этот пенальти привез Он ошибся Там был аут Мяч прошел в штрафную Василь его не зафиксировал Нападающий, по-моему, как раз Юра Гуляев подставился Василь спалил И потом Василь героически потащил Да И в результате Юре придется сыграть сто первый матч Чтобы забить сотый гол в пифол Выристо второй там как получится Как получится В прошлом году Мбае, по-моему, в сто третьем матче Пихо забил свой сотый гол Он, может, Юра забил раньше В общем, Саундпарк тоже набрал три очка Сейчас опасный момент у Фаркера Но Нет, вратарь хорошо сыграл Вратарь хорошо сыграл Вот Забил Ну Набрал три очка Как бы вместе С Катеначо Сехмингрупп Ну, это следующий матч уже Пока Возглавляет Уминная таблица И дальше, по-моему, Сехмингрупп Да Дальше играл Севмингрупп и ПФШ Север ПФШ очень хорошо провели прошлую игру против Капы Первые минут 10 они вообще Несмотря на то, что Капа вроде как номинальный лидер И грант нашего футбола ПФШ отлично провели прошлый матч Да, они, конечно, проиграли по итогу Но понравились И никакого С нашей стороны Со стороны Севмингрупп Никакого недонастроя Или какого-то Недооценки соперника не было Мы настраивались на то, что игра будет очень тяжелая И, в принципе, так и вышло Вы сегодня еще и мячи дофига забили что-то, характер? Ну, да У нас было много моментов Мы должны были, конечно, забивать пораньше И, наверное, в первом тайме Если бы мы забили все Уже закрывать вопросы победителя Но Где-то воротарь ПФШ сыграл отлично Где-то наша реализация Подвела В итоге минуте на 25-30 мы забили Тут же ПФШ сравнивает Хорошо они сыграли в атаке В принципе, команда неплохой матч провели 1-1 закончился первый тайм Во втором тайме уже ПФШ перехватил инициативу И была где-то 10 минутка, там, может быть, 15 минут Когда они должны были забивать У них был ряд убойных моментов Когда нас вытащил спарш Просто Леха Анисенков двойной сейф совершил уже Из воротарской били ему дважды Десять Да, прошу прощения Десять замен у нас, если кто забыл Так вот, Леха Анисенков для нас сохранил 1-1 После чего уже физически подсели игроки ПФШ И мы все-таки дожали Сначала стал 2-1 Потом уже 3-1 добили Очень тяжелая игра ПФШ молодцы Очень понравилась команда Я думаю, что свои очки она еще доберет У них достаточно тяжелый старт Капа Ну, Севмедгрупп тоже, наверное, не подарок Команда достаточно организованная Но свои очки они будут забирать Так что, ребятам, спасибо за игру 3-1 Севмедгрупп вот только что пропустила А в прошлом году Севмедгрупп 3 игры, да? Не пропускала в игру Да, мы, наверное, в прошлом году точно обыграли 4-0 Eagles У вас, по-моему, 3 победы было? Да, но у нас, может быть, было 3 победы И еще и без пропущенных мячей Да, но календарь был все же на порядок проще Сейчас около официала И ПФШ это соперники, конечно, крепкие Следующий у нас исток И это тоже очень... Ну, это показательная игра будет для нас На самом деле мы сегодня провели неплохую игру И это был, наверное, один из немногих матчей Где нам удавалось контролировать хоть матчи Несмотря на то, что мы пропустили И долго был 1-1 И даже ПФШ создавал моменты Но за исключением вот этих 15 минут Когда во втором тайме ПФШ инициативу перехватил Мы, в целом, наверное, ход матча контролировали Посмотрим, как... Ну, вот мы набрали 6 очков И показательная игра для нас будет с истоком Посмотрим, как мы к ней подготовимся И следующая игра у нас была... Около официала Джокер Около официала... Да, они ничего не допустили Нет, по-моему, около официала после нас были Около официала Джокер А, Спартак Спартак, ЗФС, конечно, точно Спартак, ЗФС Шикарный матч же был Чего-то как-то вообще Да, да В общем-то... Обновленный Спартак Обновленный ЗФС Обновленный ЗФС, да Как сами руководители Спартака характеризовали этот сезон Что этот сезон будет переходным Спартак мне лично понравился тем, что Всю игру были очень высокие скорости Но пока видно, что сыгранности между игроками нет Команда обновилась Ушел Женя Сенин, нету Дима Телегина Денисенко в саунд-парке Да, много игроков новых Поэтому Спартаку нужно время, чтобы сыграться Тянуться в сезон Но, тем не менее Трига была очень интересна А про ЗФС я скажу сразу, чтобы если вы обратили внимание Это заявочка Старчин заявил ЗФС Заран Пифу, у которого до сегодняшнего дня было 49 мячей в Пифу А вот забивал он сегодня или нет Один мяточку Макофонов забил А что он забивал? Суть в том, что как бы 0-0-0-0-0-0 А во втором тайме бац И ЗФС открыл счет И только после этого сразу слепинулся Спартак И буквально там, по-моему, через 5 минут Такую несмотря на счет Отыгрался Стало 1-1 И была очень напряженная игра Вообще просто огонь В основном, конечно, Спартак атаковал Но ЗФС контратаковал очень опасно По-моему, пару моментов было у Саши Чернова Не удалось реализовать Но в итоге, ближе к концу ЗФС забил Тогда вообще почти в самом конце, по-моему, такой же счет Ну, минут 10 было Да нет, меньше, меньше, меньше По-моему, можно посмотреть протокол А, по-моему, минут за 5 до конца забил ЗФС Возможно И чуть ли не на последней минуте Да, и Спартак отыграл 2-2 То есть потерял 2 очка Но ЗФС вообще Потом вы увидите До этого увидите интервью с руководством Спартака ЗФС достаточно сложный получается Соперник для Спартака Ну, хороший матч команда провела Я так понимаю, что еще не все лидеры команды сейчас могут играть Возможно, другие турниры доигрывают Возможно, травмы Крепкий соперник Спартак Понравился Ну, нужно сыгрываться То есть, скажем так Понравилось то, что скорости были высокие Сыгранности нет Это, наверное, не понравилось Команда, конечно, будет председовать на тройку Ну, посмотрим Команда, как Спартак и Саундпарк Сыгранности Ну, в прошлом году В прошлом году, конечно, ее побольше было сыгранности Состав несколько лет сыграл уже Ну, сейчас, да, немножко поменялись Да, составы Ну, игроки сильные все равно Правда, насколько я понимаю Ну, это было, так сказать, ну, для некоторых игроков Был некий просмотр, да, подготовка, может быть, чемпионата города Где игроки Спартака играют в составе СПБК ЛАС Марат Шакиров приезжал В составе Спартака даже есть чемпион Калмыкии 2005 года рождения Ну, по-моему, это Миша Зайцев, я так понимаю Миша Зайцев, это не чемпион А, Миша Зайцев чемпион Монголии Миша Зайцев уже пожилой человек Ну, он чемпион Монголии при этом Миша, да, привет Нет, у них там есть игрочок Который нам очень сильно запомнился По товарищескому матчу Саунд-парка Нева Который долго кричал На капитана Саунд-парка Чернецова Что тот очень жестко играет И что в любительском футболе Так не играют Ему сказали, что Ну, что-то В фиг не так всегда играют Вообще перестали играть На Позилова Чемпиона 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 Пифа На что молодой человек сказал, что он чемпион Калмыкии Ну, все поржали Ну, вот сегодня тоже, видимо, был на поле Потому что я внимательно не смотрел В лице, тем более, я не вижу себя Ну, в общем, игроки Вплоть до 2005 года есть Спартаке И, в общем-то, они будут здесь расти Привыкать К жесткому футболу И сегодня не было, кстати, никаких Экссессов на поле Матча Спартака ЦФС Там была жесткая игра Были там Хорошие боевые футболы Без всякого кровна Все было Красиво, хорошо Да Судьи ничего не придумывали Хороший был футбол А далее у нас был матч около официала Джокер И тут, конечно, около официала были явным фаворитом игры Тем не менее Попал Попал, да, на нефте Сейчас Ауш Фали бил Обводящий удар, но промахнулся Так вот, вернемся к матчу около официала Джокер Минут, наверное, 15 Счет не был открыт При этом особо моментов вроде как не было Было понятно, что официала игру возьмут И на воротах они висели Но забить достаточно долго не могли Потом распечатали 2-0 стало достаточно быстро Ну и после этого, конечно, было Так сказать, игра была уже сделана К концу матча забили, наверное, штук 7, да? Нет, вы только матча 7-0 А, ну вот, 7-0, да Ну, Джокеру, конечно, надо прибавлять Привыкать Привыкать, да Кто прибавлять? Да, прибавлять Это у нас, если я не ошибаюсь Они ведь играли в Лиге города, да, в прошлом году? Ну, вот опять же, после матча Интервью Джокера, блин, не все играли в Лиге города А, не все? Ряд игроков с 8 на 8 Им тяжелее перестроиться возможно Вот, ну и вообще, как бы, если ты зимой играешь Только в зале нерегулярно И бас тут И календарь у Джокера, конечно Не, ну первые матчи Ну, первые матчи-то хорошо не втянулись, да? Ну, он был, да, потому что с Иглс Потому что в прошлом году Иглс Залили последнее место В первшем сезоне усилились, но Да, мы еще, опять же, не видели Иглс, как они в этом сезоне Может быть, там совершенно другой состав уже И команда будет претендовать на другие места У Джокера около официала Команда, в которой достаточно много хороших футболистов Ну, да, да, конечно Тут было тяжело Но, тем не менее, команда не развалилась Команда, да, пропустили много Надо прибавлять Семь мячей для команды дебютанты нифига не нет Ну, самое главное, что... Понятно, что около официала тоже дебютанты Да, да Самое главное, что они, как бы, не развалились То есть, все-таки они оборонялись Никто не встал Ну, привыкать надо, да И для новой команды это нормально Что не получается забить Тебя обыгрывают, тебя возят Ну, что ж Через это все проходили И вот, хороший пример Иглс прошлогодний Когда они забили первый гол только в четвертом или пятом туре В шестом, по-моему В шестом, да И при этом все поражения, по-моему, были в первом круге То есть, 17-16 поражений А второй круг был совершенно другой уже С равными соперниками Они набрали, по-моему, очков 8-9 Достаточно много Ох ты как Вот А сейчас у нас играет Формула и ФРТ ФРТ проводит первый матч Забили хороший гол Гоша Житский забил После чего Формула Взяла инициативу Да, отыгрались Перед этим попали в перекладину Потом все-таки сравняли То он был назначен пенальти Ворота Формулы Да, был назначен пенальти При счете 1-0 В пользу ФРТ Его Алексей Белый заработал Он же его пытался реализовать Не забил После этого пропустили 1-1 И сейчас, насколько я понимаю 1-1 1-1 Вот они ФРТ, по-моему, поддавливают Так уже несколько опасных ударов Али нанес Вот А также удалили тренера Женя Беликов был удален Да, да, да Ну, удален он Наверное, как бы Не такое удаление Как было В матче Саундпарка Да, Женя активизировался Нефильтрованным у нас тут Перед матчем И Просто бурно отреагировал На какой-то эпизод Ну, Алексей Комиссаров Решил его перевести В ВИП-сону Алексей Комиссаров набрал за сегодня Рекордное количество красных карт Да, да, да Ну, Женя утром подкроет интернет Посмотрит протокол И Он будет вспоминать Играл он или нет Что он сделал Ну, сейчас он Ходит здесь В ложе, да И Переживает очень за То, что Формула Не может забить Очень интересный счет Да, 1-1 Что касается счета Если он сохранится 1-1 Ну, наверное, неплохой старт Для обоих команд Мне лично Формула Очень понравилось В первом туре Несмотря на то, что Саундпарк их прибил 1-7 Видно, что потенциал У команды есть Если Добавить организованность Ребят собраны Хорошие Ой, какая Перетача И, в общем-то И момент создают И играют Это неплохо Так что Потенциал есть Ну, ФРТ Тоже Как бы Тоже хороший футбол За них играет В этом году Алексей Белый Наверное, лучший Бомбардир Пифл Али Аушев вернулся Ряд игроков Сейчас отсутствует Да, Гоша Житский Вот, собственно Гол забил Да, поэтому Команда крепкая Свои очки Они доберут Ну, а так Матч достаточно веселый Минут, наверное, 10-12 осталось Пока 1-1 Посмотрим, как закончилось Ну, мы скоро включимся еще раз Да, да У нас Завершающий, так сказать Серенгетти Серенгетти Лукшерес у нас играет Да Тоже интересный матч Мне кажется, что равные команды Ну, это просто Серенгетти, может быть, за счет опыта, конечно Можно считать фаворитами Посмотрим, как они сыграют Рапа, почему человек С номером-то договорил Блин, борода, рост закрой А мы продолжим И закончим, в общем-то Посвятим включением Наши аналитические рассказы У нас матч Серенгетти Лукшерес Весьма интересный матч Счет упорный 2-2 2-2 Лукшерес открыли счет В втором тайме Серенгетти сравняли Вышли вперед Лукшерес опять сравняли Теперь 2-2 И, в общем-то Времени играть еще минут 15 точно Скорее всего, 20 Тут пока не предсказать Кто в итоге выиграет Или ничья будет Посмотрим Но Вулчшерес второй матч проводят Наверное, намного сильнее, чем первый С Джунтой С Джунтой они сыграли 1-1 Команда в целом Достаточно крепкая Я думаю, что Матчи за 5 Подпривыкнут Привыкнут К соперникам Грубо говоря, поймут Какой уровень Пифал Да, от кого чего ждать Но, в целом Команда Неплохая Ну, Серенгети Я думаю, для многих Команда Знакомая Команда Крепкая Все на них Настраиваются Относятся с уважением Да, где-то могут Проиграть Где-то могут И очки отобрать Так что В общем, здесь Наверное, ничего нового Интересный матч Матч хороший Матч веселый Самое главное Футбол открытый Может быть Какой-то тактической Подготовки Тактической мысли В нем не так много Команда играет Длинными передачами Практически без центра Но в атаку Весело Достаточно На поле Когда такая игра идет То есть В любой момент Может кто-то выйти вперед И в итоге Забрать 3 очка А посмотрим Еще минут 15-20 Ну вот ФРТ Предыдущий матч Да, по похожему сценарию ФРТ прошел На последних минутах По-моему ФРТ забили Да, при этом Как бы опять же Могли На последних минутах Сначала пропустить И формула бы сейчас Радовалась Но в итоге Так забили ФРТ Формула в расстройстве Оставила срач Раздевалки Скидила ключ В общем надеемся Что Ключ вернут раньше Чем эта программа Будет в эфир Потому что программа Будет в эфир Не сегодня А хотя Если время будет Может я ее сегодня Запиндюрю На завтра Ну в общем ключик-то Вернуть надо И пакеты от формы И всякую херню Ну кидать Лучше в бурнула Ну кстати Да Мы все сырем Потихонечку В раздевалку Ну не до такой же степени Там есть Мусорное ведро И неудивительно Почему формула Сегодня достаточно много Не забивала Вот что она даже Мусорное ведро Попасть не может Вот видимо Поэтому Среди оборотов Ну Надо учиться Попадать А по поводу Результаты этого матча Я думаю Что мы уже Включение в третье Делать не будем Четвертое Четвертое Да На сегодня Уже По протоколу Все По таблице Посмотрите Ну матч интересный Территориально Вроде Серенгети Контролирует Да Ну скажем так Серенгети владеет больше Вульшес Контратакует Но опять же Кто Кто возьмет Три очка Или команда разделит Очки пока Непонятные Сейчас угловой Вот смотри Один игрок остался Бьет головой И тем не менее В Серенгети После подачи углового Выходит Потеряли они Это Белик Нет Не вижу Нет 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 Это не Юра Это Бондарь По-моему Ну конечно Вы там Кстати трансляция У нас заработала Вроде Скотина такая Под конец дня Опять зелененькая Стану Без разрывов Вот Вы не видели В трансляции Но здесь просто явных Все стояли в центре поля В центре штрафной площадки Игрок Широким шагом Оторвался Оказался вообще Один У пустых ворот В том смысле Открытых углов ворот И никто не мешал В целом пробить Ну это в целом Характерно Для команд Такого Скажем так Ну не то чтобы уровня Сколько подхода к игре Да То есть Тактических подготовки Немного Команды играют Чистого листа И конечно Допускают позиционные ошибки Но все держали игроков Которые там Перестрафную А этот прибежал Один человек Отошел на дальний И оказался Один Не закрытого Никем Угла И забил Просто в пустые По сути дела Ворота Ну не в пустые А как-то мог бы попасть Вообще Пустой угол совершенно Мячик полетел Интересно в дальний угол Это уже там Детали В общем ошибки совершают И те и другие И у нас как раз И игра До этого кстати Вулчерес Точно такой же Ну похожий Гол забили Также забили В штрафной Игрока Нападающего И он Из пределов Фратарский Просто в пустые Ворота Направил Ну вот сейчас Штрафной будет Мы посмотрим Штрафной Да Посмотрим Штрафной Метров 25 До ворот Иван Дзинов Селенгетти Бьет У Ивана Кстати Очень хороший удар У Ивана Очень хороший удар И вот он Собственно бьет Попадает в стенку Пытается До рефа Достучаться Что была игра рукой Но все же По-моему Стенка стояла Никита Сейчас на бровке Никите Крикнович Мы тогда Короче с вами Прощаемся Да Селенгетти У нас Людям Играйте в большой футбол Надеюсь За неделю Мы поймем Что это было Слёта сегодня Загадочная Чего она вдруг После второго матча Начинах Надеюсь Следующая трансляция У нас как и первый труп Пройдет В лед А вот у нас Кстати Удаление На поле Иван Лизунов Который только что Бил штрафной Удалился Удалился Да Походу За апелляцию К судьям И Это Слушайте Комиссаров Сегодня Леха поставил рекорд Показать рекорд Это все же Не игровое удаление Это разговоры Да И это кстати Достаточно Еще минут 10 играть Я думаю Что Селенгетти Может быть Дотянет До победы Посмотрим Но это В любом случае Это кстати Потеря для команды На следующую игру Иван Один из лидеров Команды А Алексей Я прошу заметить Четко исполняет указания Которые мы дали В судейском чате Что апелляция К арбитру Это желтая карточка Продолжение апелляции Это вторая желтая удаление В общем сегодня Как сироп у нас удалился Из казах Нет одного матного слова Вот сейчас получается Иван удалился тоже Ну и я так понимаю Беликов же Не удалился Беликов же Он там был Нет он стоял на брошке Не просто В предыдущем матче Не в прошлом Беликов удалился Беликов удалился В предыдущем матче Да нет он не Беликов удалился В предыдущем матче здесь Саша Этого тура Это вот сейчас Нынешний матч Предыдущий матч В конечном матче Матч формула Он не играл Он пьяный в говнище Это не важно Он удалил Он стоял на бровке И был удален Это да И предыдущем матче В смысле что Вот Перед матчем Серенгети Собственно за разговоры Какая разница А так теперь получается За разговоры С арбитром Ну третье удаление Комиссаровым В следующем матче Саванпарк Серенгети Не будет участвовать Серов И за разговоры С арбитром Комиссаровым В следующем матче Саванпарк Серенгети не будет участвовать Лизунов У нас минус защитник у них минус основной нападающий Это называется Fireplay Вот такой вот Fireplay Ну в этом мы заканчиваем Ну кстати, если уж брать А, ну хотя Да, у вас не так много защитников А у Серенгетии не так много нападающих Если бы было удаление защитника То у Серенгетии, да И у нападающего Саундпарка То это было бы не так заметно Ну вот и мы на следующий субботе посмотрим Тем временем, кстати, Вульчарес атакует Но, похоже, по ходу игры Все же, наверное, Серенгетии Дотягивает Да нет, вратарь первый на мячах В общем, мы с вами прощаемся Отличный у нас тур Всем спасибо До новых встреч Дома уйди с поля